Я сегодня хочу говорить, я думаю, на мой взгляд, об очень важных истинах и вещах, как жить вообще победоносной жизнью, как побеждать в каждодневном сражении грех и похоть. Я думаю, что никто нам не причиняет сколько горечи, печали, разочарований, как грех. Но на основании Библии мы можем сказать, что мы проповедуем Христа распятого. И сегодня у нас служение причастия. Мы будем вспоминать то, что сделал Христос для нас на кресте. Какая сила заключается в этом подвиге Иисуса Христа? Я думаю, что только познание этой истины, оно может нам принести огромное благословение. И я хочу, чтобы вы это убедились, услышав то, что я сейчас буду говорить, а самое главное, чтобы вы убедились это в практической вашей христианской жизни. Итак, тема моя сегодня «За Христом, под Крестом». Как вы видите, что после того, как вы покаялись и уверовали, Бог призывает нас к следованию за Ним. Мы христиане, потому что мы последовали за Ним. Мы Его последователи. И вот это следование за Ним, посвящение себя Богу, оно требует определенной чины и жертвы. И не всегда люди, к сожалению, к этому готовы. Но я хочу вам сказать, что есть жизнь до Креста, есть жизнь на кресте и есть жизнь после Креста. Или другими словами, наше следование за Ним. Что это за жизнь? Основной стих, который я буду читать, и который вы можете выучить для себя наизусть, он записан в Иоанне от Матвея, в 16 главе. Это 24 и 25 стихи. Два стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми Крест Тво и следуй за Мною». И еще. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Очень интересное заявление. «Кто хочет, а кто не хочет, скажите?» Большинство из присутствующих в этом зале – это те, которые пожелали, однажды в жизни пожелали последовать за Иисусом. «Кто хочет идти за Мною?» И дальше определенные условия, которые мы должны выполнить. Первое – это отвергнуть себя, потом взять Крест, а потом последовать за Ним. Что интересно, что вот это слово, которое я прочитал, если вы прочитаете дома всю главу, то там вначале говорится о том, что Христос начал открывать ученикам о том, что Ему принадлежит много пострадать, в конце концов, умереть и быть распятым. И тогда Петр отзывает ее в сторону, и он говорит ему, «Да не будет». В конце концов, говорит, «Пожалей себя. Этого не должно случиться». И тогда Иисус сказал ему, «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое, а потом обращаясь ко всем, он сказал эти важные слова». Тогда он сказал своим ученикам, «Если кто хочет идти за Мною, он должен это сделать, иначе он не может быть моим последователем, иначе он не может быть моим учеником, и об этом я буду говорить чуть позже». Но сейчас, послушайте, психология – это есть такая наука, которая учит. психология – это поверь в себя. Библия призывает нас отвергнуть себя. Это два разных направления. Между прочим, молодые люди, они в современном обществе увлекаются психологией. Они, многие даже желают учиться на психолога, быть экспертами человеческих душ. Но еще раз повторяю, психология – это поверь в себя. У тебя получится, все будет хорошо и так дальше. Библия призывает нас, отвергни себя. Кто-то здесь прав, а кто-то, может быть, неправ. Кстати, одно, можно сказать, из последних событий, таких громких, можно сказать, которые случилось в американском обществе, это многие об этом говорят сейчас, что один военный человек в звании майора, он там, ну, застрелил человек 13, а человек 30 ранил на военной базе. Куда просто пришли люди военные, может быть, пройти какой-то медицинский осмотр. Люди к этому были не готовы. Но он это сделал. Что, почему я это говорю вам сейчас? Потому что этот человек, который сделал это, он был психолог, врач-психолог. И я думаю, если даже врачи-психологи способны-то это делать, стрелять, убивать, то что уже говорить за простых смертных или за тех, которых они пытаются вылечить или убедить их в том, чтобы они верили в себя. И это я говорю с той целью, что, к сожалению, психология не все может решить то, что относится к человеческой души и к спасению. Но Библия, она дает нам нужные направления и рецепты. И я благодарен Богу, что мы можем учиться у Его ног, учиться от Слова Его, как источника благословения и жизни. И вот эта Библия говорит, что крест – это то место, через которое нам надо пройти. Не только Христос прошел, но и нам надо пройти. И Библия призывает, что не обходите, не упраздняйте это креста. Крест образно – это то место, где мы умираем для себя. А это уже серьезно. А так хочется жить. А так хочется сказать, а как же? А как же я? Но еще раз повторяю, крест – это то место, где мы умираем для себя, умираем для греха, умираем для похоти, умираем для гордыни, умираем для эгоизма, чтобы служить Богу посвященной жизни, чтобы действительно быть Его последователем, потому что Он прошел этот путь, Он дал нам пример, Он умер за каждого из нас. И так за Христом, под крестом. Почему так важно умереть для себя? Почему важно отвергнуть себя? Почему это всем нам жизненно необходимо? Почему важно умереть для себя? Вы можете просто запоминать или записывать, но это вопрос, который вам жизненно необходим. Кто в состоянии понять эту истину и воплотить свою жизнь, тот будет жить совершенно свободной, победоносной жизнью. Если вы хотите быть известным человеком, если вы хотите быть в помазании и иметь силу от Бога, если вы хотите, чтобы ваше служение было влиятельным, первое, что вы должны сделать, это умереть для себя, отвергнуть себя. Итак, почему это важно? Первое, наш эгоизм является источником всех наших проблем и бед. Вы готовы сказать аминь? Наш эгоизм, он приносит массу нам приключений, неприятностей и бед. Поэтому я думаю, что уже ради этого момента нам стоит умереть для себя. Почему? Потому что на кресте распинается все то, что отравляет и разрушает нашу жизнь. Еще раз, отравляет и разрушает нашу жизнь. Чтобы вам было понятней, я вам приведу пример, например, что значит умереть для себя в семейной жизни. Если вы хотите, чтобы ваша семейная жизнь, например, изменилась к лучшему, я вам даю несколько советов. Первый совет, что это значит, если у вас нету созидательных, созидательных каких-то назидательных слов или настроения, вам лучше молчать. Нет созидательных слов или настроения, вам лучше молчать. Первое. Второе. Вы должны прощать. Третье. Вы должны покрывать недостатки других. Если это вы делаете, если вы идете этим путем, следуя за Иисусом, в вашей жизни никогда не будет напряжения и конфликтов. Наш эгоизм разрушает отношения и отравляет нашу жизнь. Это, можно сказать, серьезнейшая проблема нашего общества, которое постоянно живет в такой атмосфере, которая подпитывает человеческий эгоизм. Но слава Богу, что есть истина Божья, которая просвещает всякую тьму. И если вы умираете для себя, то ваши отношения в браке всегда будут здоровыми во имя Иисуса. Всегда будут здоровыми. Всегда будут здоровыми. Итак, наш эгоизм, он является источником всех наших напряжений, проблем и бед в обществе и в людях, в отношениях между людьми и в отношениях между Богом. Поэтому обратите внимание. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что... Почему важно умереть для себя? Потому что грех... Просто можно сказать, иначе мы не сможем победить грех. Иначе мы не сможем победить грех. Я вам приведу такой пример. Дети... Они просто любят играть в разные игры. И вот представьте себе, вот такая игра идет. Значит, один человек говорит своим друзьям, вот я умер. Он так расположился, вот здесь ровно лег. Говорит, все, меня нет, я умер. Ну, а дети, как дети, они иногда пытаются, ну, проверить, правда это или нет. И смотрите, что двое ребят, они сделали. Они подошли к этому мертвому человеку. И первый, ну так, пару раз его толкнул. Смотрит, никакого движения. Тогда второй взял, он так руку держал, он поднял его руку и отпустил. Эта рука раз и упала, как маятник. Они между собой переговорили и решили, давай мы его просто хорошо скрутим за нос, чтобы понять, что же произошло. И когда они это сделали, они так прижал хорошо нос, потом как повернул. Этот молодой человек поднимается и говорит, осторожней надо. Я это говорю для того, что это бывает практически в вашей жизни. когда вас не трогают или трогают так просто, ну так, как обычно, то вы просто ведете себя нормально. Когда просто вам даже могут что-то предлагать, вы можете это не взять или отказаться от этого, потому что, ну вы же мертвы. Но когда вас хорошо прижали или причинили вам боль, тогда вы начинаете просто проявлять себя. И оказывается, что вы еще что? Живы. Вы еще не умерли. Значит, вы еще не прошли вот этот процесс. Вы не прошли через крест. Иначе мы не сможем освободиться от греха. Почему не сможем? Потому что на кресте умер Христос не только за грехи наши, но он умер, и мы умерли вместе с ним. То есть наша природа, которую мы унаследовали от Адама, она была распята вместе с ним. Чтобы потом нам жить уже новой благословенной, победоносной жизнью. Смотрите, как об этом написано в Библии. Зная то, мы должны это знать, что ветхий наш человек, который мы унаследовали от Адама, распят с ним. С какой целью? Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Ибо умерший освободился от греха. Вы знаете, я вот, когда говорю на эту тему, то я понимаю, что она не очень популярна, потому что идет речь о смерти, это серьезные вещи. А нам хочется, чтобы больше разговора было о жизни и так дальше. Я это понимаю. Больше того, я знаю тут одного человека, который очень серьезно принял вот это и уверовал, что христиане, они могут жить свободной жизнью, победоносной жизнью над грехом. И когда к нему приходили собеседники, он всем им объяснял это и учил этому. И один человек, который просто как бы общался с этим человеком, он в свое время его оставил. и когда его спросили, а почему ты уже не общаешься, почему ты не приходишь, он говорит, ты знаешь, я прихожу туда, а там все о смерти, о смерти, а я хочу жить. Но мы говорим о смерти, чтобы жить. Жить новой благословенной жизнью. И я понимаю, что может быть это не очень захватывает, но мне это нравится, ибо умерший освободился от греха. То есть, мертвого человека хоть четвертуй, хоть режь, хоть что хочешь, ему причиняй любую боль. Он реагирует на все, будет одинаково. Почему? Потому что его просто нет. А живой он на то и живой. Поэтому, иначе мы не освободимся от греха. Следующее, почему важно отвергнуть себя. Почему важно умереть для себя. Иначе мы не живем. Иначе мы не живем. Все христиане не верят в воскресение из мертвых. Христос сказал, я воскрес, я живу, и вы будете жить. Он воскрес, и мы имеем ту же надежду. И христиане верят в это, и это наше ожидание. Но, на основании Библии я знаю, что если это мы не пройдем через смерть, мы не сможем проводить вечность с Иисусом. Иначе мы не оживем. Я хочу, чтобы вы увидели на каком это основании я говорю, Колоссянам 3 глава. Там есть два стиха, я хочу, чтобы вы увидели их сейчас. там идет речь о том, что когда явится Христос, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Почему? Почему и как это происходит? Мы умерли, а если умерли, то жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. То есть, другими словами, самое безопасное место на земле это крест. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. То есть, если моя жизнь Христос, если я живу подражая Ему, если я отображаю Его характер и Его образ, то я имею право на воскресенье, имею надежду на то, что я в свое время оживу. Слава Богу за это. Вы знаете, что неверующие люди, они очень наблюдают за верующими. И первое, что они делают, если им не хочется Богу служить, не хочется чем-то жертвовать ради Бога, они говорят, а посмотри, как Он поступает, а посмотри, как она живет. Они, видите, соблазняются и поэтому от Бога стоят далеко. И однажды один христианин, он слушал, говорит, вот такую речь подобную ему рассказывали, смотри, вот этот неверующий, а нормальный человек, хороший человек, а вот этот верующий, оно какой-то злой. А христианин послушал, говорит, а представьте себе, если бы вот этот злой, да еще был неверующий. А второе, что он сказал, а представьте себе, если бы этот хороший, еще был бы и христианином. К сожалению, люди об этом не думают и не представляют. Но Бог силен в нашей жизни творит чудеса. Он вас уже поменял и будет изменять к лучшему. Хотя некоторые в сердце решили, что уже дальше меняться некуда. Но я хочу вас просто ободрить, что наши возможности беспредельны в имени Иисуса Христа. Слава Ему во веки веков. Посмотрите, что Библия говорит. «Верно слово». То есть это слово, которому надо верить и доверять. Если мы с ним умерли, спасибо, вы уже знаете, то с ним оживем. Иначе что? Не оживем. Иначе не оживем. То есть не получится попасть туда на небеса с черного хода. Не получится. Есть путь. И другого пути не дано. Прежде чем быть вознесенным или многие желают быть вознесенным, но они не готовы идти через крест. Но другого пути не дано. Как часто, когда вы соприкасаетесь с реальностью вашей жизни, вы реагируете так, как тот мертвый, о котором я рассказал. Вы поднимаетесь, друг, и говорите, осторожней надо. Христос этого не делал. Как к ним не обращались, у его реакция была одна и та же. Даже когда говорили ему, сойди со креста, он оставался на кресте. Но у нас, когда нас уже, как говорят, ну достали, мы вдруг сошли, спрыгнули, разобрались с кем надо и думаем, что все нормально. Нет, надо оставаться там до полной победы во имя Иисуса. Слава Богу! Следующее, почему важно отвергнуть себя? Почему важно умереть? Иначе мы не принесем плода. Иначе мы не принесем плода. Наша жизнь будет бесплодной. Мы не сможем быть благословением для других. Мы не сможем Бога прославить. Почему? Потому что наша жизнь бесплодная. Да, Он поливал, да, Он окапывал, да, Он что-то сделал для вас. Но Божья цель, почему Он это делает, как любой садовник, чтобы в конце концов мы принесли Ему плод. Поэтому путь к духовному росту, это мое личное самораспятие. А как хочется вырасти, а как хочется выглядеть по-другому, а как хочется выглядеть лучше, послушайте, что говорит об этом Библия. Иоанна 12, 24. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Все, кто связан был с земледеем, которые хоть когда, хоть однажды в жизни, если вы видели или сами ложили какое-то семя в землю, вы уже знали, что это семя как бы обречено, оно умрет. Но вы это делали с надеждой в то, что если оно не умрет, то никакого умножения и плода не будет. А если оно умрет, то принесет что? Много, много плода. То есть, когда мы проходим через смерть, мы способны приобресть или обладать новой жизнью. Смерть ради жизни. Мы способны этой жизнью обладать. Вы знаете, мне нравится этот псалом, который сегодня прозвучал и который мы часто поем в нашей церкви. Он звучит так. Возьми меня, отец, твою святость. То есть, я хочу быть святым. Я хочу подражать тебе. Я хочу быть таким, как ты. Кто-нибудь желает этого? Поднимите руку. Кто-нибудь? Пожалуйста, поднимите руку. Если возле вас кто-то не поднимает руку, то вы хоть толкните его, Бог, чтобы он проснулся. Итак, послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно. Это очень важно. Возьми меня, Господь, пусть твою святость. Возьми меня, как зерно, и посей. И вы знаете, как мы реагируем? Ну, сеют, то пусть сеют. Лишь бы смерть меня миновала. Но, послушайте меня, по-другому умножения и плода не будет. Или еще, как мы говорим, лишь бы мне не больно было. Раз уже умереть, но это невозможно. Это сопряжено с определенной болью, отвержением, непринятием, непонятием. В конце концов, когда мы принимаем это и идем этим путем, то наша жизнь, она изменяется, она будет другой, она будет благословенной. Вообще, сила любой церкви, любого человека, это в способности влиять на других положительно. И я, когда проверяю свою жизнь, то меня ничто так не радует, как то, что я с Божьей помощью смог на кого-то повлиять положительно. Это определенная цена, это определенное посвящение и жертва. Но я хочу вам сказать, что ради этого стоит жить. И наоборот, если я влияю на кого-то отрицательно, то какой смысл в том, что я вообще живу. Но слава Богу, что эта жизнь возможна. И если вы хотите обладать этой жизнью, то вы должны быть готовы умереть для себя. То есть, мы способны только тогда принести плод в нашем служении, когда мы идем путем самоотречения. Другого пути просто не существует. И еще один важный момент, почему важно умереть для себя или отвергнуть себя. Иначе мы не сможем отобразить Иисуса Христа. Иначе мы не сможем отобразить Его образ. То есть, жизнь Иисуса Христа, она видна, отображается только в том человеке, который умер для себя. Вы готовы на это сказать? Аминь. Апостол Павел говорит, теперь не я живу, я жил когда-то, но пришел момент, когда я продолжаю жить, но для себя я уже что? Умер. И благодаря этому живет во мне кто? Христос. И ввиду то, что Он во мне живет, Он отображается во мне. Он во мне проявляется, Он во мне виден. Вы знаете, самый большой вклад, который вы можете вложить в Царство Небесное, в ее расширение. Это не ваши деньги, и это даже не ваше служение, а вы сами. То есть, вы сами принесите Богу, отдайте Богу самих себя, расточите себя для Бога, тогда в вашей жизни будут благословения, жизнь и плод. Я вам этой жизни от души, от души желаю. Если вы будете этой жизнью жить, вы предстанете пред Богом и будете благословены им, ваша жизнь, она будет полна добрых плодов, вы будете иметь благословение и прибыль. Отдавайте себя для других, служите Богу и людям, умирайте для себя, умирайте для своей гордыни, и вы увидите, что однажды в вашей жизни сделает кто Христос. Я повторяю эти моменты, почему важно умереть для себя. Библия говорит отвергни себя. Первый момент, потому что наш эгоизм является причиной всех наших проблем и бед. И я не думаю, что кто-то из находящихся здесь с этим не согласен. Это правда, но не все готовы идти путем самоотречения. Вторая проблема, мы не освободимся от греха. Вы будете попадать с одной проблемой в следующую. Вы будете путаться в грехах, но вы не сможете победить грех. Следующая проблема, иначе мы не оживем. Воскресенье возможно только после смерти, иначе это не воскресенье. Следующий момент, мы не принесем плода. вы можете много делать различных дел и усилий, но результат будет минимальный, потому что ваше служение, оно не связано с самопожертвованием. Поэтому, Господи, помоги нам так жить, иначе мы не отобразим Христа, мы не будем Его последователями. Но, если вы убедились или уже согласились на это в вашей жизни, тогда да благословит вас Бог. Я хочу вам сказать, что не бойтесь, это благородные похорона. Ради этого стоит жить. И если вы уже согласились, то я хочу вам объяснить, что это значит практически, умереть для себя. Что это значит? Я хочу, чтобы вы увидели некоторые моменты. Первый, это жизнь для другого человека. Это жизнь для другого. Проверяйте себя, как ты живешь. Ты живешь для себя, ты занят самим собою, или ты занят другими. Это жизнь для другого человека. Вот например, вы семья. Я не знаю более несчастной семьи, где однажды встречается на одной дороге два эгоиста. Эгоисты, когда женятся, они мечтают об одном, что она или он исполнит все мои желания. А этого не происходит, потому что тот, кто рядом, имеет такие же ожидания. Но все меняется, когда вы решаете жить ради другого. Это и есть настоящая любовь, слава Богу. Это почитать другого выше себя. Это духовная иерархия. Всякий, кто рядом с тобой, кто соприкасается с тобой, у тебя одна мысль, он выше тебя. Вы знаете, мы как проповедники иногда ошибаемся в том, что когда мы проповедуем, то мы не знаем одного важного момента, что в этом большом собрании сидят духовные эксперты и зачастую сидят в рядах люди, которые знают больше, нежели ты знаешь. И в некоторых вещах разбираются лучше. Это надо всегда знать, чтобы быть на должном месте. Господи, помоги нам так жить. Это почитать другу выше себя. Следующее это служить другим. Каждый день у вас начинается служение. Если у вас не хватает времени пойти к соседу, то хотя бы послужите жене, послужите мужу. Не живи так, чтобы тебе служили, иначе будешь часто расстраиваться, будешь жить в недовольстве. Но думай об одном, как тебе послужить. Следующее это искать пользы ближнему. То есть моя задача что-нибудь приятное, что-нибудь полезное сделать для того, кто рядом. Какая благословенная жизнь. Следующее это согласие с волей Божьей. Что значит умереть для себя? Не моя воля, говорил Христос, но твоя что? Да будет. Мно христиане волю Божью имеют в виду. А просят благословения на свои пути, планы и дороги. И удивляются, почему Бог еще не идет за ними. Потому что Он ожидает, когда мы пойдем за Ним. Умереть для себя это отвергнуть себя. Меня больше не существует. Я не завожусь не потому, что меня никто и ничто не раздражает, а потому, что меня просто нет. И вот представьте себе, вам постучали в дом, в сердечный дом. Пришли и сказали вам какое-то обидное слово. А вы говорите самому себе, я умираю, слава Богу, я умираю. К вам пришли с другой стороны и просто так тряхнули хорошо, или просто усилили оскорбление. У вас уже в голове раздвоило все, не знаю, ответить или промолчать. Решили нет, все же я христианин. Но здесь атака усиливается на вас и давление увеличилось. И вы поднимаетесь и кричите осторожней надо. Ты же христианка, ты же христианин, разве так можно? Братья мои, сестры, а тебе так можно? А тебе так можно? Почему Христос не сказал все Христа люди добрые остановитесь? Ведь вы делаете страдания мои невыносимыми. Мои пытки они выше человеческого соображения и понимания. В конце концов в конце концов удивляет меня то, что он мог в любую минуту уничтожить своих врагов. А он молчал. А как у вас бывает? Вы иногда ничего не можете, кроме как настроение портить друг другу, но тем не менее проявляетесь по полной программе. Это не есть христианство. Идем дальше. Что значит умереть у себя? Это смирение пред Богом и друг другом. Я один пропустил, да? Но я думаю, что вы видите на экране. Это смирение пред Богом и друг пред другом. Вы знаете, что такое смирение? Вы хотите идти путем смирения? Спасибо. Значит, первый шаг на пути к смирению. Надо признать, что в тебе существует гордость. И вы уже на пути к смирению. Иначе в вашем смирении будет мало подвижек. Следующий момент это умереть полностью для своей воли. просыпайся утром и одно на уме как исполнить волю Божию. Ты не решаешь уже это грех или не грех, но всегда думаешь это воля Божия или нет. Некоторые люди занимаются такими вещами, что если бы Бог их посетил в то время, им было было очень бы стыдно. А если вы хотите рассчитываете на воскресение мертвых, то вы должны быть всегда в воле Божьей. Иначе когда вы вне воли Божьей, то вы не имеете права на то рассчитывать. Следующий момент. Это умереть для того, что Богу не угодно. Это больше раскрывает уже то, что я вам сейчас сказал. 8. Это умереть для своих плотских желаний. Я хочу, я чувствую и так дальше. Смотрите, это запросы нашей души. Например, вам надо простить, а вы чувствуете внутри себя такой гнев, такую обиду. И вы говорите сами себе, я не могу, я чувствую себя, что этого не надо делать. А я хочу вам сказать, при чем здесь то, что ты чувствуешь? Если прощать надо, значит надо. Это и есть смерть для самого себя. Поставить Божьи цели во голове твоей жизни. Поставить Божьи цели превыше всего. И последнее, это оставить всякий грех. Всякий грех. Я хочу вас спросить, вас это хоть как-то завлекает? Вам это нравится? Вам хочется этой жизни или нет? Я вам еще один пример расскажу, который меня очень так растрогал. На Украине одного человека похоронили заживо. Как это получилось? Так получилось, что он редко дома был и такой был как бродяга. И случилось, что одного человека нашли мертвым где-то там на крыше, на чердаке. И искали в этом поселке кто же умер. И в первую очередь они ищут кандидатов, кто пропал из дома. Ну и узнали, что этого человека уже некоторое время нету дома. Они показали ее фотографию родственникам. Родственники посмотрели, он весь распухший, неуверенный он или не он, но милиция говорит, пальчики совпадают. Ну отпечатки пальцев. Но они решили, если пальчики совпадают, какое может быть сомнение. Взяли этого человека и торжественно похоронили. Причем похоронили так, как он, они сами не представляли, не думали. Говорят, батюшка отпевал, все было так, ну, вложили массу денег. И когда они пришли уже домой на поминки, вдруг звонок, поднимает тетка телефон, и он говорит, я Сергей, принесите мне какой-нибудь свитерок и чуть-чуть одежды, а то мне здесь холодно. Она как услышала это, что она успела сказать, она успела только сказать, неужели на том свете холоднее, нежели здесь. А потом грохот ее не стало, просто она потеряла сознание. А я думаю, слава Богу, что этот не пришел хоть на эти поминки, живем, а то не одна она упала, а несколько человек просто упало. Ну, потом начали узнавать, что же произошло. Оказывается, этот человек просто попал в больницу эти дни, потому что тоже был такой бродяга, где-то замерз, ноги отморозил себе, и просто его несколько, он не приходил в сознание долго, поэтому никому не сообщал, и никто о нем не интересовался, он часто пропадал из дома. А потом так случилось, что именно в день похорон он пришел в себя, пришел в чувство и решил позвонить родственникам. Говорит, я звонил с утра, но они все были на кладбище, то никто не отвечал на телефон. А как только они пришли домой, они созвонились. И вот получился такой результат. И сейчас решают, кто же виноват, милиция или родственники. Родственники говорят, милиция, вы же говорили, что пальчики совпадают, милиция говорит, да он был в таком состоянии, что пальчики уже нельзя было проверить. А эти говорят, а как же вы могли похоронить чужого человека? Ну, нам сказали, вроде бы подходит, а узнать было человека сложно. То вот этот человек, который похоронили, он сказал следующее, жизни не носил. Ну, хороший, хороший. Еще что-то мне даже в гроб положили. Ну, короче, похоронили с почестями большими. Но, почему я вам рассказываю эту историю, говорит, я, в конце концов, даже не знал. Не думал, чтобы стать известным, я не думал, что надо сначала умереть, а потом воскреснуть. Сейчас ко мне внимание телевидения, ко мне едут все газеты, редакторы, спрашивают, как это было. Я практически был бомж, а сейчас стал известный на всю страну. Вы хотите быть влиятельной личностью? Вы хотите, чтобы о вас узнали? Вы хотите, чтобы на вас обратили внимание? Вы хотите, чтобы у вас узнавали Иисуса? Если вы хотите, вот путь, вот путь, он доступен тебе и каждому. Этим путем прошел Христос с Божьей помощью у него получилось, а как у нас? Господи, благослови во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Хочу еще продолжить чуть-чуть для усиления вот этого момента. Два условия, которые предшествуют следованию. Еще раз повторяю вот этот стих. Смотрите, христианская жизнь это следование. Вы согласны, что это следование за Иисусом? Да? И вот смотрите, он говорит, тогда он сказал своим ученикам, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Смотрите, как это происходит практически. Вот, например, я неверующий человек, я иду от света, я иду от Бога, вот Бог там, в той стороне, а я ухожу от него. Потом вдруг ко мне пришло прозрение, и я иду путем покаяния, я покаялся, значит, я остановился. Написано, остановитесь на путях, что ваших. Я остановился, а дальше я решаю, что делать дальше. Там тьма, а там что? Свет. Значит, Библия говорит, обратитесь, я разворачиваюсь и становлюсь спиною к тьме и направляю себя куда? К свету. Я развернулся, я уже обратился, а дальше что я должен делать? Скажите, что я должен делать? Идти, следовать. Так вот, послушайте меня, многие христиане, они остановились, но некоторые до сих пор не развернулись. Их привлекает Содом. Они там что-то находят. Некоторые или большинство развернулись, но они так никогда и не последовали. Почему? Потому что самого себя жалко стало. отгрешить не хочется, а себя жалко до смерти. И вот мы обхаживаем себя с утра до вечера и думаем, почему моя жизнь Богу не нравится? Извините меня, это разные, разные жизни. Если вы просто живете в обидах, в разногласиях и раздорах, я хочу вам сказать, что вы еще не последовали за Иисусом. Все, что вы пытаетесь сделать, это обойти крест. Но я хочу вам сказать, вы можете это сделать, но вы вряд ли дойдете, попадете туда, куда вы направляетесь. У вас этого не получится. А чтобы ваш путь, ваше служение увенчалось успехом, то что вы должны сделать? Два условия, которые предшествуют следованию, посмотрите на них и еще раз обратите внимание, мы должны отвергнуть себя. это первое условие, мы должны умереть для себя. Интересное заявление, мое я, наше эго, это то, чем мы все обладаем, правда или нет? Но проблема в том, что не все знают, что с этим эго надо нам делать. Да, мы им обладаем, но мы обладаем, чтобы что-то с ним сделать. Господи, помоги нам. Эгоисты, они безразличны к судьбам и интересам других, они заняты самими собой. Вообще, молодежь любит музыку, в том числе иногда и не совсем христианскую. то я хочу вам сказать, что все песни, которые в основном популярны, как можно их назвать, которые поют по радио и не только по радио, они одинаковы по смыслу и содержанию. Если тебе это хорошо, значит, делай это. Я думаю, что вы слышали подобные песни. Если тебе это нравится, значит, это нормально. Но я здесь чтобы сказать, это ложь. Это дьявольский обман. И не все хорошо, тот, что тебе нравится или тот, что тебе хочется. Есть путь следования за Иисусом. Мы должны отвергнуть себя во имя Иисуса. Второй момент, что мы должны сделать? Взять крест. Взять свой крест. Причем мы этот крест должны брать ежедневно. Если уже умереть, то послушайте, это не просто конечная цель, а это процесс, который проходит через всю нашу жизнь. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Я каждый день умираю. Почему я это делаю? Ради здоровых отношений. Ради того, чтобы не портить отношения другим. Ради Бога, ради спасения, ради цели. Я это делаю. Можно быть трижды религиозным, но так никогда и не умереть, что для себя или для своей воли. Только своим собственным решением я могу взять крест или же просто его отклонить. Но мы не увидим славы Божьей, пока не будет распята наша гордыня. Мы ее никогда не увидим. Я благодарю Бога за то, что Он не только омыл, умер за мои грехи, но я благодарю Бога за то, что Он уничтожил источник греха. Потому что я грешу, потому что моя природа была грешна. Но когда я покаялся, Он мою природу изменил. Та природа свиньи, которая тянулась грязь и пела там свои песни. Она сейчас изменилась на природу овцы. И всегда, когда я попадаю в грязь, я думаю, как я сюда попал. И я убегаю оттуда, как от чумы. Но некоторые сидят там, и они уже поют совершенно другие песни. Дорогие мои, Бог желает изменить нас внутри, переродить. И меня вдохновляет то, что это настолько важно, что Бог не перевоспитывает нас, чтобы изменить нас к лучшему, а Он что, перерождает. Если бы можно человека было перевоспитать, то не надо было ни голгофы, ни смерти Иисуса на Христе. Но так как закон был бессилен человека привести в норму и порядок, в мир пришел Христос, аллилуйя, слава Богу, и Он умер за грехи человечества, и Он говорит, кто желает, кто желает идти за Мною, пожалуйста, отвергни себя. Почему это важно? Послушайте, несколько мест, без креста исследования мы недостойны Его. Без креста исследований за Ним, как бы мы себя не называли, что бы мы о себе не думали, мы недостойны Его. Библия об этом говорит так, и кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня. Ты недостоин называться христианином, ты недостоин этого высокого звания. Почему недостоин? Потому что ты не идешь путем креста, ты не соглашаешься умереть для себя, тебе самому себя очень жалко, но крест это пересечение моей воли с волей Божьей. Почему Христос ни о чем не переживал? Почему Он не был в расстроенных чувствах? Почему? Почему Он никогда не волновался? Почему? Потому что Он исполнял не свою волю, Божью. Впрочем, не моя, но твоя воля добудет, а у вас что-то идет не по-вашему, не так, как ты запланировал, и вы говорите, день пропал. Да при чем здесь день? Лишь бы твое духовное состояние не пострадало, а сколько таких потерянных дней, только потому, что говорят, человек не с той ноги поднялся, а сколько разрушенных жизней и отношений, и сегодня труба Божья, звучит, для каждого присутствующего на этом месте, что пришло время занять правильное положение пред Богом, чтобы твоя жизнь расцвела и изменилась во имя Иисуса. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Вы должны сказать нет своему эго, который постоянно чего-то требует и чего-то ждет. Ключ в победе, ключ к победоносной жизни в жертве Иисуса Христа или в том, что Христос сделал для нас на Христе. Христос принес себя в жертву, чтобы уничтожить и грех, и эгоизм в людях. Библия говорит, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе. Почему я должен почитать себя мертвым? Потому что Он умер. И мы в Нем умерли, мы принимаем это верою. Только так вы можете избавиться от господства греха в вашей жизни. Бог желает изменить вашу природу. Божья цель для человека. Зачем и почему? Чтобы мы стали новым творением и облезти в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. Что самое трудное в нашей жизни? Кто может сказать мне? Это победить себя. Еще раз это победить себя. Наполеон однажды сказал так я завоевал весь мир, но себя победить не смог. Некоторые христиане долгое время посещают церковь, но они не освободились от своей греховной старой природы. Они остаются на мелкой воде, поэтому в их христианстве очень мало изменений к лучшему и мало роста. еще одно мое заявление без креста исследования мы не сможем быть его учениками. Мы не сможем стать у нас не получится. Божья цель не только спасти нас, а сделать нас своими учениками. Библия говорит так и кто не несет креста свое и идет за мною не может быть моим учеником. То есть кто идет но без креста он может идти, он может что-то воображать, он может чего-то ожидать, но он не может быть, не сможет, у него не получится, он не может быть моим что учеником. поэтому первый шаг в служении Богу это наше самопожертвование, иначе жизни новой что не будет. Господи помоги нам так жить. Мы не можем следовать за Иисусом иначе как путем креста. Другого просто не дано. Другого пути не существует. Сам Христос сказал кто мне служит мне да последует и где я там и слуга мой будет. Братья мои сестры, я хотел бы, чтобы вы это слово приняли вашим сердцем. Если это слово вы будете принимать для себя как жизнь, вы будете сами удивляться, что в вашей жизни произойдет. Вы увидите славу Божью, вы поймете для себя лично подвиг Иисуса Христа на Голгофе. Я еще раз повторяю, многие из вас долго в христианстве, но они так и не освободились от своего эгоизма, от своей старой плотской природы. Они ее не распринают, они ее ублажают. Они ее не распинают, а развлекают. Они ее не распинают, но пытаются угождать ей и жить по плоти. на единственное место, где мы себя хорошо чувствуем, это крест. Но почему люди не готовы идти на эту жертву, потому что самого себя всегда жалко. Мы ищем другие пути и дороги. Послушайте, Христос, когда пришел в мир, то дьявол ему предлагал то, что он и вам предлагает. Христос, ты хочешь авторитета, власти, влияния, можно это достичь более легким путем. Вы помните, как он искушал Иисуса? Он предлагал то, что он вам предлагает сегодня, только в другой упаковке. Ты будешь это иметь, только пожалей себя. Но я верю тому, что сказал Христос, зерно должно что? Умереть. Запомните, Моисею понадобилось 80 лет. Когда он эту истину понял, и тогда Бог призвал его освободить Израиля из египетского рабства. Авраам был приготовлен Богом, и когда он отдал последнее, за что он держался. Самое дорогое, что было у Авраама, когда он отдал, тогда Бог призвал его, и он стал отцом многих народов. В конце концов, Христос на Голгофе умер. он не сошел с креста. Хотя так хотелось бы навести порядок во вселенной, но всегда, когда мы это делаем, мы приносим в жизнь нашу хаос и беспорядок. Наше призвание оставаться там, быть спокойным, умирать для эгоизма, во имя Иисуса, идти путем самоотречения. В конце концов, апостолу Павлу понадобилось 14 лет, чтобы он мог сказать, а теперь не я живу, а живет во мне Христос. Вы знаете, чем мы благословлены? Мы благословлены тем, что физически мы еще не умерли. А значит, у нас есть шанс что-то изменить в нашей жизни, чтобы Бога прославить. И я вам этой жизни от души желаю, чтобы вы следовали за Христом, неся свой крест, отвергая себя, живя для Бога и служа ближнему. Да благословит вас Бог на это служение. Да благословит Бог всех слушающих нас сегодня. Пусть новая жизнь воскресает, а мое гордое я умирает. Да будет имя Бога благословенного веки. Аминь.